Музыка Уже мои друзья, вот что я хотел вам показать. Я это не обнародовал, да у меня тогда и не было таких больших возможностей по записи. После зимы 2015 года, после того как Валерий Васильевич Преда у меня на семинаре со слезами на глазах показывал кадры его погибшего сада, тогда я решил тоже заглянуть в свой сад. В чем дело? Уже весной смотрю. Вот это сорт американский, Вина. Он имеет код 36. Иди сюда, смотри. У него код 36. Мы еще посмотрим на эти деревья, мы увидим эти деревья и вы поймете, почему я заостряю внимание. Ну вот сам по себе это сорт неплохой. Он у меня во многих сочетаниях гибридизации есть. Вот сейчас он немножко поздно цветет, имеет мощнейшее латеральное плодоношение. Так вот, когда я пришел в сад в апреле месяце 2015 года, я ужаснулся. Деревья стояли, франкета и деревья, они были практически сухие. И тогда было где-то в пределах пяти лет. Я был шокирован. Я, если вы помните, если не будете лениться, я поставлю ссылку. Я там говорю, что молдавские даже не почувствовали то, что была зима, потому что я не поленился и побывал на медиастанции в Сороках. Они не хотели давать информацию, но я упросил их, убедил. Абсолютный минимум в зиму 2014-2015 года составил 16,4 градуса. Это вообще не температура для ореха. И я был потрясен, почему у меня тот же самый франкет и вина выдерживали в 2012 году, но они пострадали, малость пострадали. Они выдерживали на минус 32. А на 16 они полностью погибли. Я начал анализировать, в чем дело. И вспомнил, что осенью 2014-го мы 85 дней не имели дождей. Это конец июня, август, сентябрь. И где-то в октябре упал дождик. Этот дождик сделал мне проблемы на выкопке. Но три месяца практически было без дождей. Тогда у меня созрели кое-какие понятия, что, видимо, растения ослабли. Видимо, они ослабли, им хватило. А я об этом говорил. На семинаре, на сайте вы будете слышать мои слова. Я говорил, что французские сорта, значит, они оказались менее устойчивыми и при незначительных температурах погибли, а вот молдаване даже не почувствовали. Шло несколько лет. 19-й год. С весны нас заливает. Даже есть гибель саженцев, потому что они затоплены и гниют корни. Значит, и потом с 20-го июня дождей нет. И их не было вот до 5 дней назад. У нас выпало 12 миллиметров. Что произошло? Произошла ситуация, которая была в 2014-2015 году, но в более жесткой форме. И растения были в стрессе. Растения лета и осень, и зиму были в дефиците влаги. Они были ослаблены. И вот то, что мы видим сегодня в садах и в лесополосах и вообще, где растут орехи, это не только молодые орехи. Орехи 40-50-летние стоят черными или местами кое-где зелеными. Приошло наложение факторов. Первый фактор – это отсутствие влаги. Влаги обильной, влаги скудной, вообще не было влаги. Поэтому вопросы возникли по влаге. Второй фактор, я считаю, это несбалансированность питания. Я вам десяток видео выставлял по листовой диагностике, по почвенным анализам. У нас, как ни странно, для меня это было великим шоком. Как это получается, что вроде 90-бальный чернозем, азота 10% от нормы, калия в 15 раз меньше нормы, фосфора так кое-где, а микроэлементы вообще, например, бора в 26 раз меньше нормы. Так вот, несбалансированность питания, умноженная на дефицит влаги, привела к ослаблению ореха. Ну, почему я так уверенно говорю сегодня об этом? А ну дай перспективу этого сада. Я говорил и показывал в прошлом году, что я, исходя из анализов, я решил сделать подкормку. И где-то в сентябре месяце я поставил водораздатчики, 4-х тонны у меня, растворял нитрат калия и примерно по 500 литров, по 400 литров заливал под каждое дерево. Я мучился, я затрачивал, я не знал, к чему это приведет, но, пожалуйста, посмотрите на эти деревья. Они живы, они практически не пострадали. А если я покажу вам там, где я не успел внести удобрение, не успел эти несчастные 500 литров воды вылить, вы увидите, что вот картина, которая у вас, она там сполна видна. Вот, пожалуйста, это подвой универсальный. Пожалуйста, как он завязал. Прекрасная завязь. Прекрасная завязь. Прекрасная завязь. Прекрасная завязь. Прекрасная завязь. 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 Латеральное плодоношение Зависть Отличная зависть Там, где я Дал на дерево 500 литров воды А в этой воде было Где-то в пределах Полутора килограмм Нитрата, калия Мы знаем, что нитрат калия Повышает резистентность К засухе И дает Повышение иммунитета К грибным заболеваниям И к заморозкам И вот посмотрите, это не то, что я Рассказываю вам сказки И показываю на пальцах Вот этот сад Который здесь ходили Трактора И вот на, скажем, 4 тонны На 8 деревьев Мы не делали лунки, мы просто выливали Вода проваливалась Вода проваливалась Это дискование Не надо было ни лунок делать, ничего И вот Те были затраты Но результат Вы видите, какой? Во-первых, отличное завязывание Мы видим, что происходит в мире Мы видим, что По сути дела Вот здесь мы провели полив по бороздам Мы борозду еще не закрыли Она должна была проветриться Вот где-то сегодня-завтра мы эту борозду дисками закроем Мы инвестируем Мы вкладываем И мы имеем результат Пожалуйста Завязь Вот она Завязь Завязь Пожалуйста, завязь Завязь И это дерево не похоже на смертника Так? Это дерево не похоже на смертника Это дерево жизнерадостное Да, я вам показывал весной И как раз эти деревья Что очень много Вот оно и сейчас можно видеть Вот видите, вот эти побеги Были сухими Вот эти побеги Которые должны были подносить Да Они были сухими Их таких побегов много В кроне Вот даже видно изнутри Эти побеги сухие Однако Ту заботу, которую я Этим деревьям предложил Они меня Отблагодарили Вот, пожалуйста 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 Вот, пожалуйста Это латеральное плодоношение Видите, вот Пожалуйста Вот, пожалуйста Завязал плодик Эти плоды Это уже Уже сформировавшись Завязь Здесь я обработал Бором Значит Коктейлем И здесь уже По сути дела Ну, вопрос Решен Вопрос решен Поэтому Посмотрите еще раз На этот сад И посмотрите на ваши сады И я думаю Что наступает эра Грамотного Ореховодства На дурака Ну, идет Орех Это растение Достаточно пластичное И долгие годы Оно Несмотря на Пренебрежение И наплевательство И отношения Посадил И на этом все закончилось Кое-какое опрыскивание А вот Мы сейчас видим Что если Нет заботы То есть Проблемы И я хочу вам сказать Одну вещь С уверенностью Чтобы было понимание У нас Будет кризис Во-первых У многих Опустятся руки Просто так вот Посадил И потом С мешком Приходи Не проходит Многие Которые пришли В Ореховодство Случайно За большими деньгами Многие Уйдут Из этой Отрасли Но такое Случалось Пожалуйста Покопайтесь В Изданиях Французских За 2972 год 18,6 градусов В Гренобле Я об этом Тоже говорю Тогда Когда мы Анализируем Сад У Валерия Преды Я дам вам ссылку Вы Послушайте Мои слова Которые Произвучали 5 лет назад Я говорю о том Что в Гренобле В 72 году Аж 18,6 градусов Мороза было И А Гренобль Это основная зона Ореховодства Франции Там основные Посадки Франкета И более 500 тысяч Деревев погибло И что Что сегодня Франция не занимается Ореховодством Или там Орех не производит Или Не было таких Коллапсов У нас В Молдавии В 63 году Когда было Минус 36,6 И тогда Практически Молдаване Вертуты Не имели С чего делать А после этого Мы занимали Ведущие места В Европе По Экспорту Орехов Случайные люди Уйдут Но это Не трагедия Для орехов Это будет Я думаю Что закономерно И нормально Потому что Если мы Что-то даем Вот еще раз Посмотрите Вот эти деревья Он в ряд Да хоть одно Найдите Чтобы была Веточка сухая Наверху Он Посмотри в крону Любое дерево С ним Вправо Влево Туда Смотри И я Показывал вам Лесополосы Лесополосы Деревья Такого возраста Более Менее Мощные Эти деревья На них Жалко Смотри Значит Мы все знаем Это Аксиома Если ничего Не уложить Ничего иметь Не Ну это же ясно А вот мы Почему-то Надеялись Что Ну проходило Было Идет Понятно Как с коронавирус Витая Целовались Обнимались Плевали на Навоз На его рекомендации А потом Когда жареный петух Клюнул в задницу Уже С балкона Аплодирует Медиком А десятки тысяч Уже трупов Есть Так вот У нас Этот звонок Что орехом Надо заниматься Ну а скажем Чем мне надо Заниматься На юге Сегодня сей Завтра заканчиваю 101 гектар Посева Сой Так что Я откажусь От посева Пшениц Ечменя Потому что Я их должен В этом году Передисковать В 2003 году Остановилась Я в прошлом году Раньше Десяток лет Кора здоровая Я тогда взял Их срезал На высоту 50-60-40 см Там где я нашел Живую кору Они были Примерно Вот такого диаметра Пятилетки И деревья Восстановились Вы даже Не поверите Что в этом месте Оно было срезано Пошли побеги Которые надо было Моментально К высоким Тычкам Подвязывать Потому что Их ломал Малейший ветер И за три года Восстановил деревья На второй год Я уже имел Урожай Кое-какой Поэтому Безвыходных Ситуаций Нет Или как Говорил Гидима Пасан Вы знаете Этого Мужичка Что он писал На какую тему Он писал так Нет Фригидных Женщин Есть Неумелые Мужчины Я не буду Раскрывать До конца Этот тезис Но Гидима Пасан В своем деле Он был Великим Специалистом Но был еще И писателем Поэтому Если мы Орехом Занялись С поздно С большим Опозданием С 17-го года Я начал Прозревать Потом В 18-м году Начались Серьезные Исследования Листовая диагностика Агротехнология Камерзану Виктору Спасибо Они поработали И в этом году Анализы брали Я работаю Не с закрытыми глазами Я Здесь Вы видели Агрегат Который мы сделали На базе Культиватора ПРВН Бочки Тону 200 И трактор Прошел Здесь Мы внесли Все что надо Внести Да Засуха Ну Будет и дождь И все это пойдет Корням И у меня уже Такого Да и сейчас Вот смотрите Прекрасно Да Какие Какая зависть Ну что еще желать Бедным крестьяне Да возьмите Любой побег Он с урожаем А в лесополосах Стоят черные Трупы на ногах Вернемся к вине Я вам покажу Как выглядит дерево Там у меня есть От Жадана Виктора Мартиановича Мне привез Пономаренко Череньки Ну он Жадан латирал Он Ну предложил мне Протестировать его сорт Как он будет вести себя В условиях Полежского района Я вам покажу Эти деревья Они не вымерзли Как вина Они прекрасно себя чувствуют Но Рядом вина Которая Пострадала Франкет чуть ниже Тоже самое Черные деревья Сверху Доню стояли Как сейчас у меня Вот я вам пойду там Где не успел И думаю Ну и черт с ним А потом думаю Эй будет Буду смотреть Какой урожай будет А там не то что урожай Там на деревья Страшно смотреть Как и вы тоже Ужасаетесь У меня вот такая голова Звонки Поэтому Идем смотреть на вину КОНЕЦ 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 КОНЕЦ